всем привет в эфире папина школа я ведущий супер папа евгений масленников сегодня изготовим одну из самых популярных игр настольный футбол для этого нам даже не придется выходить из дому все материалы мы найдем у себя под рукой первое самое главное находим дома картонную коробку это может быть картонная коробка из под обуви или картонная коробка в данном случае из-под бумаги далее нам понадобится прищепки для этого наверное лучше купить отдельно прищепки чтобы мама когда пойдет следующий раз вешать белье нашла прищепки на своем месте дырокол нам понадобится и самое тоже немаловажно это специальные палочки на которых будет крепиться наши футболисты в идеальный вариант это вот такие пластиковые трубочки на которых крепятся воздушные шары первое задание которое должен выполнить супер папа это проделать дырки в коробке для этого надо взять линейку хорошенько подрасчитать у нас должно быть 3 или не игроков с одной стороны и 3 линии игроков с другой стороны для этого понадобится 6 дырочек с одной стороны и 6 дырочек с другой стороны берем в руки дырокол это самое важное ответственное задание если мы промахнемся ну наверное ничего страшного нас никто не заругает но игра может не получиться у нас дырокол немножко неудобно, поэтому мы заводим его как можно глубже вовнутрь. Первая дырочка есть. Следующее, что мы должны сделать при помощи канцелярского ножа, вырезать ворота для того, чтобы мяч в них попадал. Для этого измерьте высоту вашего мяча, нарисуйте произвольные ворота, вы можете сделать их ровными, можете сделать их в виде арочки, как вам удобно. Ну, естественно, они должны быть до пола, чтобы мяч проходил насквозь. Я дорезаю последние ворота, ворота. Теперь Лигу чемпионов можно смотреть не только по телевизору, но и даже сыграть настольную такую, знаете. Получились ворота с одной и с другой стороны. Проверим, прокатывается ли наш мячик. Мячик проходит здесь и здесь. Судья одобряет такое поле. И теперь будем крепить наших футболистов на места. У меня все не покидает ощущение, что я изготавливаю какой-то детский мангал. Но я напоминаю, для тех, кто только сейчас включил телевизор, мы делаем настольный футбол из подручных средств. Сейчас мы проденем наши палочки. Когда-то на них крепились воздушные шары. Совсем скоро на них мы прицепим футболистов. Футболисты, напоминаю, это наши прищепки. Футболистов мы будем одевать, скажем так, в цвета клуба или страны. В данном случае мы прищепки, скажем так, отличили друг от друга цветным скотчем вот таким. Одни будут у нас вот такие волнистые, а другие у нас будут вот такие полосатые игроки, чтобы они отличались друг от друга. Если нет цветного скотча, не расстраивайтесь. Дайте ребенку в руки гуашь, кисточку, и он раскрасит их цвета своей любимой команды или свои любимые цвета. Итак, футбольное поле у нас готово. Теперь самое время отправить на него игроков. Игрок номер один. Игрок номер два с другой команды. Ну, каждый, наверное, играл в настольный футбол и примерно представляет, что игроков надо расположить в шахматном порядке, чтобы они друг другу не мешали. Оформляем последний трансфер. Игрок отправляется на футбольное поле. В принципе, игра готова. Осталось игрокам добавить футбольный мяч. Изготавливайте игрушки своими руками, занимайтесь с ребенком, пускай мама отдохнет. Приглашайте друзей для такой замечательной настольной игры. Ну, а лучше всего проведите время на свежем воздухе. Берите настоящий мяч, идите в парк, на стадион. А у меня на этом все. Увидимся. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok